алё алё слава что ты сделал ты где а я тут всем привет если вы подумали что это телефон то это не так это новый самый совершенный мультиметр от фирмы gvda gb 128 плюс джейди вернее 128 плюс сегодня мы его рассмотрим и если вы не электрик то все равно все равно посмотрите штука очень интересная прикольная и стильная имеет большой цветной экран ну и много плюшек давайте разбираться приятного просмотра и так давайте ознакомиться с мультиметром поближе имеем вот такую коробочку это у нас gd 128 уже плюс версия покруче потому что есть простая 128 версия и поставляется у нас в хорошем защищенном кейсе данный мультиметр открываем смотрим какой у нас набор поставки ага понятно есть макулатурка сам мультиметр он довольно прикольный как вы видели ну и похож на защищенный телефон у меня вот такой обычный телефон и кстати если вы недавно видели обзор защищенного телефона с большой батареи то это что-то подобное у нас сразу есть раз можно использовать как подставку вернее у него есть подставка так наборе идут дальше термофара вот она самая обычная зарядное устройство и щупы сразу же отмечаю зарядное устройство здесь очень круто что нету батареек потому что в старой версии были тут батарейки три штучки ну как бы их менять постоянно ну геморрное дело зарядка у нас находится под защищенный вот такой вот пластиковой клипсой и можно как я понимаю вот она раз то есть любая зарядка сюда не подойдет только оригинальная и можно будет зарядить этот мультиметр от прикуривателя машины или от павербанка что очень круто интересно экран у нас сразу же идет под защитной пленочкой сдирать ее не буду все хорошо и у нас есть фонарик можно его будет сейчас включить сейчас включим и этот сам мультиметр он защищен прорезиненным кейсом кейс снять нельзя вижу но то что защищен прорезиненным кейсом это очень круто его только можно снять если открутить болтики сами щупой у нас приличной длиной ой около метра до длина щупа около метра они выдерживают максимально 10 ампер и 1000 вольт щупы у нас качественные длинные и прорезиненные на ощупь очень такие неприятные щупы стандартные для gvd фирмы то есть они делают хороший качественный продукт заглушки сразу можем увидеть ну все как по мне все на высоте все на хорошем уровне ну и термопара которую мы проверим потом трава пара также обычная стандартная ничего тут такого нет так давайте уделим минутку характеристикам значит у нас измерение идет 10 ампер максимум у нас к видим что категория 4 600 вольт категория 3000 вольт видим что у нас стоит два предохранителя один на 630 микроампер второй на 10 ампер максимальное измерение напряжения значит постоянное у нас напряжение это 1000 вольт и перемены напряжения 750 вольт смотрим дальше что есть проверка диодов это у нас звуковая прозвонка идет смотрим что есть измерение сопротивления до 1000 мегаом измерение сопротивления до 100 мегаом емкость конденсатора до 100 тысяч микрофарад измерение частоты до 10 мегагерц также мы видим что может измерять температуру от минус 40 до плюс 400 градусов цельсия также есть прозвонка скрытой проводки или бесконтактные обнаружения фазы ну и само контактное обнаружение собой собой понятно итак запускаем наш умный мультиметр и смотрим его характеристики и так значит мы видим у нас есть большой экран есть у нас одна кнопка которая регулируется вперед-назад что очень удобно и также есть тут это у нас автоматические три позиции то есть когда мы втыкаем щупы а он он она у автоматически измеряет мультиметр умный он сразу понимать что мы от него хотим если например сумели в розетку то он сразу будет нам измерять ток и вот вот эти вот что после подсвечены желтым это уже они автоматические а настройки которые нужно выбирать итак смотрим это первый у нас это измерение переменного и постоянного тока второе это у нас сопротивление третье от у нас прозвонка 4 диоды 5 вот конденсаторы шестое это мили вольт потом это у нас частота идет эта температура это обнаружение фаз контактные и бесконтактные это у нас мили амперы это у нас амперы что и что из интересного смотрите что круто кнопка которая работает не просто одним нажатием вперед а ее можно регулировать и назад вот нам выбираем раз и еще хочу заметить что сразу же показывается подсвечивается какие а куда нам нужно всунуть наши щупы потом погнали вот 2 идет у нас сопротивление да а если я хочу обратно измерение переменного тока ток или постоянного об поняли то есть мы можем выбирать вперед или назад это на самом деле очень круто также у нас есть минимальное максимальное значение вот допустим сюда минимальное максимальное да тут у нас получается переключается с градусов с температуры окружающей среды вот на герц и вот то есть еще заметьте что данный данный момент показывается температура окружающей среды почти 30 градусов потом есть поставить в холд и выйти с холда и раньше у нас дистанция давайте попробуем например прозвонку также я так думаю что есть у нас защита от дурака например если черный щуп подключить красный то как бы ничего плохого не должно случиться так давайте пройдем прозвонку прозвонка у нас в авторежиме как вы видите так себе работает нужно подключиться вот все разводочка все работает все нормально также что интересно смотреть если мы например переходим режим миллиамперов то вот нам подсвечивается что нужно перемкнуть вот так все и мы будем измерять миллиамперы но уже с этого режима мы никуда не перейдем пока не вытянем щуп что как бы интересно вот смотрите вытягиваем щуп переходим в ампер и она показывает что нужно щуп воткнуть сюда воткнули можем измерять амперы и также никуда из этого режима мы уже выйти не можем что я считаю тоже как бы большим достоинством воткнули щупы и погнали значит измерять и уже никуда вы не перейдете смотрите еще если например вот вот сюда включи да например измерение и воткнуть в амперы и прибор сразу же переключается в амперы или например об в миллиамперы поняли сразу же миллиамперы переключается сюда уже подключили прибор уже но можно его переключать в какие-то другие режимы. То есть вот эти два разъема запрограммированы именно под определенные режимы. Захотели сразу же включить амперы или миллиамперы? О, погнали. Миллиамперы. О, погнали. Амперы. Ну и тут, соответственно, есть все обозначение. У нас тут вот максимально 10 ампер 250 вольт. Тут 630 миллиампер 250 вольт. Ну, а тут уже 750 вольт, 1000 вольт. Так, значит, смотрим, что данный прибор может измерить у нас и как он измеряет в автоматическом режиме. Так, про звонка у нас долгая, сразу говорю. Потому что она в авторежиме. Когда переключить в обычный режим, она немножко быстрее. Но я видел приборы от GVDA, те самые клещи. Там вообще очень быстро работает. Тут, ну, не так быстро. Вольтаж аккумулятора 3,7 вообще-то заявлено. Но тут вижу 4. Ну, аккумуляторы хорошие, так что может как бы и быть поболее. Оп, меняем полярность. И у нас уже покажет правильно. 4. Так, пошли к розетке. Попробуем. Так, вот наша розетка. И что мы смотрим? Все на автомате у нас. 218 вольт. Все нормально. 220 должно быть. Меняем. Щупы. Местами. И оно также ничего не изменяется. Показывает частоту в 50 герц. И 220 вольт. Надеюсь, вам видно. Это в автоматическом режиме. Также, пока мы возле розетки и возле зарядного устройства, покажу вам, как заряжается данный мультиметр. Вот мы воткнули. И у нас пошла вот такая индикация заряда. И видно, что он заряжен на 60%. Ну и видно, что идет индикация. Что также очень прикольно. Итак, продолжаем продолжать тестировать. Есть у нас диоды. LED-лента. Есть у нас конденсаторы. Сейчас посмотрим. Или нашел конденсаторы, конечно. Кто я? Не электрик. Для начала давайте проверим диоды. Так, видим, да? Диод рабочий. С LED-лентой. Смотрим дальше. Диод рабочий. Ну, тут у меня вся LED-лента рабочая. То есть, прозвонка, проверка, вернее, диодов на LED-ленте работает. Вот раз. Переключаем дальше на проверку конденсаторов. Итак, вот у нас есть конденсатор. 68 микрофарад в нем. Так, думаем. Ну, вот. 64, 63, 80. Нормально. Еще раз попробуем. То есть, видим, что он думает какое-то время. И тогда уже показывает. Неудобно. Они круглые и вертятся постоянно. Так. Думает. Еще раз смотрим, сколько покажет. Ну, уже 65, 64. То есть, примерно одно и то самое значение плюс-минус показывает. заявлено. Заявлено у нас 68. Ну, это китайские конденсаторы, так что ничего страшного. Есть у нас вот такой на 2200 микрофарад. Показывает. Но, опять же, это все с китайских приборов вынималось. Так что тут как бы такое. сейчас посмотрим. Думает у нас прибор. Ну, вот показывает. 2067, да. Выходит, что так. А заявлено у нас 2200. Ну, и еще вот такой вот маленький конденсатор у меня есть. он 10 микрофарад 50 вольт. То есть, 10 микрофарад. Очень маленький. Попробуем его протестировать. Надеюсь, выйдет. Ну, вот показывает 0,8. А, мне вот 10 показало. 10 микрофарад. То есть, как бы все нормально все работает. И проверяет более-менее быстро. Думает, конечно, но не сильно долго. Итак, переходим на другую камеру. видим наш мультиметр и смотрим, вернее, ставим режим поиска проводки, прозвонка проводки. Поиска фазы, можно еще так сказать. Так, отошли. Оп, мигает, да? И тут есть. То есть, как понимаю, наверное, вот так идет. Нет. Тут есть, тут есть. Фаза. А если посмотрим выше, выше есть. Посмотрим сбоку. Сбоку есть. Что это за вранье? Тут есть. Интересно. Но мне кажется, конечно, что просто с этой стороны, вон у меня есть распаечная коробка. И от этой распаечной коробки оно все и орет. ну, вот, подключим, поставим к стене, у которой точно нигде нету проводки. Вот, проводки нету. Хорошо, давайте перейдем в кухню и попробуем через плитку посмотреть. вот плитка, вот розетка. Есть. Есть фаза. Снизу уже нету. То есть, оно по мере приближения показывает нам раз и вот тут фаза. Вот тут есть сверху есть. Переходим в другую комнату. Смотрим вот тут фазу. Тут у нас выключатель. показывает, что есть. Снизу показывает, что вот берем ниже нету. Поднимаемся аккуратно вверх. Оп и оно увидело, что есть близко напряжение. Раз. Вот тут есть напряжение. Но опять же это у меня с той стороны розетка вообще-то. Тут просто вот так где-то сдалека значит видит. то есть понимаем, что он показывает напряжение, но вот так. Оп вот тут прям есть напряжение. А тут точно есть проводка. Снизу. Снизу видим, что оно подходит к проводке. вот вот у нас распаечная коробка. Есть. Есть. Стекло. Ну хорошо, что хоть на стекле нету. На самом деле. ну вот так. Еще давайте посмотрим какую-то розетку. Так, давайте еще на кухне посмотрим. Скрытую проводку нашу. Пишет, говорит, что тут есть проводка сюда. Но я подозреваю, она вот так кто-то идет наверно. Сверху. А ну в шкафчике. Ну в шкафчиках хоть нету, елки-палки. Что-то я не знаю, показывает какой-то что-то я не знаю. Тут проводка. Тут везде проводка получается. Ну тут везде действительно проводка, потому что вон у нас спайчная коробка еще одна. Но вот за дверями проводки нету точно. Ну оно и не показывает. Значит все-таки где я пробовал, ну и тут проводки нету, точно нету. Вот нету. То есть как бы данный мультиметр проводку увидит сдалека, как я понимаю. Также мы можем подключить поиск проводки не автоматически, то есть через этот вот датчик, а включаем Cell, подключаем Shub и мы вернее не проводки а фазу и вот можем увидеть фазу сейчас. Так нижнюю пробуем. Ничего нету. Верхнюю пробуем. Оп показывает фазу. Еще раз нижнюю ничего нету. Оп фазу нашел и подсвечивается красным и у нас идет мигание. довольно быстро я скажу. и заканчиваем наши тесты подключением термопары и проверкой как она работает. Включаем термопару и сразу же видим, что нам подсвечивается гнезда куда нужно ее воткнуть. попробуем на тепло на огонь. Вон видно, что она прыгнула до 300 градусов. 400, 500, 600. То есть огонь зажигалки нам дает вот такую температуру. сверху есть по фаренгейту снизу данные по цельсию. Ну вот как-то так. Не буду дальше насиловать нашу термопару огнем. Вот такой у нас сегодня интересный обзорчик этой прикольной штуки. Вернее данного мультиметра. Как я понимаю в данный момент это самая новейшая разработка. В мультиметрах вообще есть конечно другие компании которые выпускают подобные штуки. но примерно уровень у них самых мощных примерно одинаковый. Я не электрик чтобы вам тут рассуждать какие-то глобальные материи по электронике. Но как обывателю мне эта штука понравилась. У меня также был на обзоре вот такое устройство. Также умный мультиметр который встроенный в клещи. Также прикольная штука. Будет обзор на канале уже вернее есть. Ссылочка также будет в описании. Кому интересно посмотрите. Эти штуки примерно одинаковые. Только это чисто мультиметр это мультиметр с клещами. Как-то так. Тут экран будет поменьше тут экран большой. То есть кому что нравится то и используйте. Пишите в комментариях что вы думаете про данный мультиметр. Еще раз. Пишите его плюсы минусы недочеты. Вообще пишите что вы думаете. А также спасибо. обязательно пишите в комментарии чтобы продвигать это видео в ютубе. Все. Всем спасибо. Всем пока. Дальше будет много интересного.